Ну что, друзья, прощаемся с городом Уфа. Город оставил на меня приятные впечатления, и люди отдыхают, сдержанные такие, как бы, существуют. Но я так полагаю, что здесь в большей степени есть и мусульмане, так же, да? То, соответственно, у них само поведение такое всегда сдержанное. Они не позволяют себе эмоциям таким ярким, как вот на улице. Они, как бы, в большей степени так пуритане, то есть сдержанные. Поэтому каждый город имеет свой характер людей. Вот мне этот город показался несколько таким. Ну, лица все приветливые, в общем-то, мне достались. Не знаю, может, где-то в закромах есть какие-нибудь люди недоброжелательные. Но в любом случае, в большей степени, мне достаются всегда лица только положительные. Поэтому я доволен, что наконец-то посетил Уфу. Именно что остался здесь на весь день и смог показать вам многое. Ну, из того, что я смог. Я не показал, конечно, самые центральные улицы. Я с вами согласен. Ну, что ж поделать. Вот впереди, допустим, строящаяся мечеть, как мне удалось выяснить. То есть она еще до конца не введена в действие. Но был храм, говорят, в мечети мусульманские более намоленный. Там каждый камень закладывался с молитвой, как сказал один человек. Поэтому трудно сказать. Вот немножко пропустил, потому что ему потом трудно будет выбираться. Вот такие пироги, ребята. Ладно, едем в город Сызрань. А после Сызрани будет Волгоград. Вот в Волгограде я буду тоже весь световой день. А в Сызрани я буду только сегодня. И завтра утром поеду уже в Волгоград. Опять пошли такие развязочки эстакадные. То есть вы едете, и как бы развязка, выходишь на эстакаду ниже уровнем. Потом снова развязка, выходишь на эстакаду нижнем уровне, на шоссе. Вот так на холмах здесь и все расположено. Каптуз, Ринальд. Вот мы выехали и поедем прямо. Здесь аж четырехрядное движение в каждую сторону. Хорошо, что навигатор подсказывает мне, какую полосу занять, чтобы потом выйти на нужном направлении. Держитесь левее. Вот такие здесь развязочки. Держитесь левее, говорит. Держитесь левее. Видите, две полосы налево. Хорошо, что мне подсказал. Прямо восемь километров. Ну, а тут уже с утра пробочка, хотя время, собственно говоря, местное. Так, два часа разница. Семь часов, ну, полвосьмого, в принципе, да. Пробка. Не пробка, а как бы двигается колонна, ну, медленно. Здесь вообще сейчас шоссе переходит в такое многорядное. Соединяются все строки. Я вам сейчас покажу. И, получается, тут все ряды показаны прям сплошным потоком. Вот еще справа подходит дорога. И, получается, раз, два, три, четыре, пять полос. Да, даже у меня на навигаторе нарисовано, да, пять полос нарисовано. Улицы просторные здесь в Уфе. Конечно, проспекты все эти просторные. Приятно ехать. Вот, впереди вижу супермаркет такой, Икея. Ни разу в нем не был, к сожалению, не повезло. Ну, что ж поделать. Вот там такие стоят большие маркеты. В Икеи не был. Вот он, видите. Говорят, там есть все и дешевле всего. Ну, еще есть вот такие метро, называется. Видите, реклама стоит. То есть, в принципе, у Уфе есть все, что нужно для цивилизации. Впереди развязка. И я уже, скорее всего, выезжаю на М5. Трассу выхода из города. Точнее, уже выход из города. Оренбург прямо, Челябинск направо, Самара... Ну, Челябинск налево, то есть, там надо оборот делать. А Самара направо. Вот мне в сторону Самары. Съезд. Поверните направо. Все, вот он мой съезд. Прямо 196 километров. Прямо 196 километров, друзья. До следующего круга. Ну, в принципе, все. Я вышел. Единственное, что мне предстоит, это заправиться перед дорогой под завязочку, чтобы потом не думать о бензине. Казань наискосок туда 545 километров. Приглашал кто-то из подписчиков в Казань. Ну, естественно, ребята, не могу я в Казань. У меня маршрут уже отлажен. Сызрань, Волгоград и дом. Заехали на территорию Чешминского района. Узы-Тамак. Селение. Это Благоварский район. Селение вправо Кашкалаша. 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 Блин Кашкалаша. Трасса очень достойная. В принципе, почти не бросает ничего. Похожа на Кубанские трассы. На Коснодарский край. Хорошая трасса. Табулдак 0,5. 500 метров. Селение там такое. Кармасан. Река. Москва прямо. Это трасса М5. До Сызрани 499 километров. Ну, 500 километров. Дорога закончилась и перешла в узкоколейку. Все. Цивилизации больше нет. Как была вот эта трасса тогда, вот так вот она заканчивалась. Так она и осталась. То есть, вот как вот ее навалили грунт сюда, типа делали трассу. И с тех пор так и забросили. Я помню этот участок. Здесь тогда техника была, что-то там. Я думаю, ну, наверное, расширят. Нет. Все. И асфальт пошел прыгучий. В общем, как говорилось в одной веселой фразе из фильма веселого. Кина не будет. Река Санны. Река Санны. Санны. Старые Санны. Это населенный пункт. Тоже, видите, изгородь такая, чтобы звук не проходил. Население, чтобы спокойно жило. От трассы звука не было. Строит какой-то либо мост, либо развязка будет. Развязка будет. Наверное. Да, круговые. Видите, развязка будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Один и батальон, другой и свой язык. Здравствуйте. Не поверите, друзья. Остановили меня ГИБДД. Но все хорошо, все замечательно. Я представился как блогер. Пришлось спеть им море-море в выдержку, чтобы поверили, что я артист-певец. Пожали руку, сказали, вот это вот класс, вот это здорово. В хорошем вам пути. Так что певцам быть выгодно иногда в каких-то ситуациях. Вперед на Сызрань. Ну вот здесь что-то начинает придумывать, чтобы, видите, вот дорога огорожена. Ну пока трасса не запущена. Здесь идет ремонт трассы. Пошли такие виражовые трассы. В общем-то колонна такая грузовиков шла. Мы ее все обогнали, когда можно было. Сейчас сплетемся. Там внизу какое-то селение. Здесь различные кемпинги, кафешки. Пока еще мы находимся в Башкирской области. Поэтому написаны все знаки дублером на башкирском языке. В основном так, холма, холмы, холмы. О, впереди колоссальная что-то, какая-то пробочка. И очень узкий поток. И вообще это надолго. Медленно идущая колесница автомобилей. Светофорное регулирование. Но там один человек все-таки взял, здесь отвернул и поехал на светофор запрещающий. Вот только здесь открылась картинка такая красивая. Так, в общем-то, было так обычно. Здесь вот с высоты видно озера. Красота вот такая внизу. Спуск продолжительный. И нельзя обгонять. Вот этот фура ползет вниз. Ехали в республику Татарстан. Бавлинский район, Татарстан. Сразу скорость резко спала до разрешаемой 50 км в час. Стоит еще один знак за перекрестком. 50 км в час. Заправки РНП. Бензин. 40,92. 39,90. 45,42,90. А Цоляр увидел по цене в одной из заправок. Сейчас вот прямо уже в Татарстане. 36,50. Знаки перемещаются так. Сначала 90, потом 50, потом опять 90, потом 50. Через каждые 200 метров. За вот этот промежуток в 3-4 км 90, 70, 50, 90, 70, 50, 70, 50, 50, 50, 50, 90. Вот так вот. То есть такая же пошла хрень. Вот сейчас утромная дорога идет, да? Но скорость стоит ограничение 50 км в час. Но это уже понятно, что это не от безопасности движения. Это пытаться нажиться, как говорится. Только средства наживы, чтобы оштрафовать за превышение скорости. Вот сейчас 70 стало, а сейчас снова 90. Сколько, интересно, метров мы проедем со скоростью разрешенной 90? Мне просто интересует. 100 метров прошло. Пока 90. Село Александровка. Ну, разумеется, здесь 60. И сразу же 40. И камеры на столбах. Еще одна камера посреди села. Тоже на 40. То есть здесь контроль скорости тут самый-самый. 100 метров буквально. Еще одна камера на выходе. везде 40. Здесь, по-моему, самый главный заработок в Татарстане это на штрафы на превышение скорости. Больше я не нахожу каких-то причин. Такое ограничение. Просто по трассе, не по улице, по трассе 40. Можно было бы 60, как населенный пункт. Так еще и три камеры, только на весь короткий участок в 300 метров. Весела, учитывая, какая сейчас идет дорога, ограничение скорости 50. И даже учитывая этот подъем, все равно ограничение скорости 50. Можете себе представить? Дурдом полнейший. Второй части подъема ограничение стало 70. Разрешили, говорится. Разгоняться до 70 прямо на подъеме. Но это маразм, конечно. Кто проехал то место, где мы семьей остановились, на бугре был пасмурный день, там стоит беседка такая, и где все в этой беседке начертили свои города, кто здесь был. Но она сейчас прям, я ее не узнал, это место, потому что мы ехали в пасмурную погоду, а сегодня солнечная. И поэтому я это место не узнал. Здесь уже обычная скорость 90. Так, мы добрались до круга, и после него до Сызрани останется 375 километров. У нас главная дорога. Круговое движение. Второй съезд. Трасса 215 километров. На следующий поворот 215 километров. Кемпинг 92-39-90, 42-90-95. Мотель Урман. Урман. И трасса пошла. Вроде разрешено 90. Много бабочек об стекло бьется. Всякой дряни. Один крупный мотель. И тут магазины, автозавчасти, парковка для дальнобойщиков. Началась Оренбургская область, друзья. Оренбургская область. И вот не в обиду, пошли адекватные знаки и адекватная разметка. Нет вот этих вдруг сплошных полос, на подъемах какие-то ограничения. Стоит знак конец всем ограничениям и вперед. Люблю я так, как по правилам. Разбугорок, знак запрещения скорости, запрещение обгона. Правильно все, потому что за бугорком не видно. Бугорок заканчивается, разрешение обгона. Все логично. Нет вот этих тупых знаков, которые стоят где попало. Совершенно не делается безопаснее от этого дорога. И гостиницы. Гостиницы бензин 92-39-90, дизельное топливо 38-50, есть по 44 рубля. И опять пошли скучные пейзажи. заправки, гостиницы, запчасти, и маленький лесок, холмы. Ничего такого примечательного. еще одна гостиничная зона на дороге. Не проходит где-то и 10 километров, как появляется снова вот этот гостиничный. Лукойл, дизельное топливо 46-95-45-71, 92-142-69. Подорожал. Еще и еще и мед везде. Вот мед продают. Мед, сено, мед, бугуруслан, бугульма. Камеры стоят. гостиница, мед, заправка. Опять мед. Самарская область проехали. Река Усмановка. Кафе халяль. Везде у них халяль. Везде у них классное мясо. Вы знаете, на трассе порой едешь, вот такая хорошая трасса, скорость, все, и вот едет какой-нибудь старый сарай, типа вот УАЗика, булка хлеба. Еле-еле, 45, здесь ржавый, и не сдает даже в сторону, и тормозит весь путь, все эти дороги. Я понимаю, конечно, что он на дерьме едет, но немножко бы сдвинулся в сторону бы. И вот Жигули здесь самые отважные, они, видишь, он выходит навстречу прям вообще, нарушая все немыслимые формы, хотя перед ним вот сейчас вот идет дорога хорошая, все на подъем. и все равно они нарушают и лезут навстречу. Вот еще много всего магазинов, продуктов, дальнобои, ларьки, ну прям целое тут поселение. гаи, гаи, вон ГИБВДшники есть, тормозят. Все, наводск, Самара 178 километров, до моего города 292, до Сызрани. река Телегас проехали. Вот интересно, да, здесь на спуске, значит, по идее, можно обогнать с той стороны. На подъем обгонять сложно. Вот сколько я ехал по спуску, у меня всегда идет почти что всегда сплошная полоса. Каждый раз вот 5 километров прошло, очередное вот такое вот столовое, гостинице, ну прям вообще целые поселки отдыхающие. Вот едет впереди Хонда, да, автобус и специально провоцирует, то он притормаживает до 80, то снова ускоряется. Когда ты начинаешь его обгонять, то он начинает прибавлять газ. Ну, сидит не человек, водитель, а еще пацан в душе какой-то не сформировавшийся, даже независимо сколько ему возраст. Просто еще нет у него водительского стажа как такового. Если был бы, он бы разумно поступал бы. Даешь себя обогнать? Гоняй, пропускай. Но если ты начинаешь играться на дороге, ты просто безумец или не набравшийся еще опыта человек, а он еще и в этом автобусе целую семью везет. Там человек пять, они там по автобусу скачут. Того я уже несколько раз наблюдал, как он на посплошной линии или на перекрестках проводил вот эти обгоны в запрещенных местах. без правил действуют. Нарушает правила вообще. Чего семья ему там в автобусе не скажет? Слушай, дорогой, мы же едем вот все вместе. Ладно, бы ты один ехал. Едем все вместе и ты вот так безалаберно берешь, нарушаешь правила. Подставляешь нас под удар. обгон надо делать там, разрешено, там, где безопасно. Вот я уже давно отстал от Хонды, да, и он сейчас едет со скоростью 80 км в час, там, где разрешено 90. Но я видел, когда он набирал до 140 км в час. То есть он опять продолжает на дороге играть. Сергеевский Сергеевский район. Урорт Сергеевский Минводы. Река Сургут. Вот такая малюченькая, что ее вообще не видно. Здесь треножники стоят почти что на каждом трех километрах. Три километра проходим, треножник. Три километра проходим, это Самарская область. Работники. Все, пошла плохая дорога. Закончилась трасса. Где-то около 4-5 4 километров где-то наверное протяженность может быть больше. Около 5 километров. Проехали Красноярский район. Я аж перепутал Костноярский край что ли? Красноярский район. Москва прямо, Потаповка направо. 300 метров написано. Это наверное табличка, а Потаповка дальше. Асфальт пошел вроде хороший. Маршанка светлый ключ 400 метров налево. В общем степи друзья, такие вот поля. Река Тростянка которой даже не видно. Итак, друзья, осталось до развилки 3,4 километра. 3,3 а там дальше скорее всего дороги разделятся. Я поеду на Сызрань, а какая-то дорога пойдет в Москву. Так, через полтора километра съезд погромте вот странно, главное, показывает полосу, которую надо держаться. А, тут до этого еще съезд. Сейчас она ее покажет другую. попали сразу раз полоса которой нужно держаться. Так, тут тоже ремонт дорог. Потому что тут идет еще одно ответвление дороги. Итак, Самара прямо, Ульяновск направо. Через 500 метров съезд поверните направо. я не знаю, даже он предлагает какие-то другие маршруты. Я не знаю, как на них реагировать, эти маршруты. Ну, ладно, поедем на Ульяновск. хотя он предлагает маршрут, который 4 минуты дольше. Я не знаю, как это, но я посмотрю. Все, поехали в сторону Ульяновска. Так навигатор ведет. Верь. Пока эта дорога меня устраивает. Хорошая. Там такая петля. Просто хочешь по такой, хочешь по такой. Ну, я поехал по такой. На Ульяновск. Скоро она приедет в точку замыкания. Надо сказать, что вот здесь, уже подъезжая, как говорится, Самари, я понял, что сейчас лето. Потому что здесь уже тепло. Здесь по-летнему тепло. Как вот должно быть. А все до этого было как-то странно. Но в Уфе еще так пополам. Дорога вся продавленная. Как вот машины ходили, продавили асфальт. И она сейчас стала кривая вдоль. То есть где я еду, как колея в асфальте. Машину от этого бросает. То налево, то направо. Тут надо очень аккуратно. Вот мы подъезжаем к развилке, на которой мы расстались. Одна дорога на Ульяновск, вторая на Самару. Что ли там как-то. В общем, смысл такой, что там просто петля была. И я не знаю, как там дорога. Но здесь вот такая вот. В общем, мы сейчас встретимся. Верните нам право. Тольятти направо. Москва. Так, Москва и Тольятти направо. Самара-Уфа налево, Волжский прямо. Вот такая развязка, мы вышли, а теперь сейчас выход на трассу. трасса. хорошо, что здесь многоколейка четырехполосная до двухполосной. И можно спокойно грузовики обогнать. Москва прямо, аэропорт направо. Вот такая трасса. Ну что ж, включаем музычку. Послушаем авторскую песню давнишнюю, а то я давно на море не был. Я сегодня петь не буду тратить попусту слова, потому что я тоскую и болит моя душа. А тоскую я в море о бескрайнем синем небе. А мечтаю я о солнце и о мачтах корабля. Пару сам они наполняют ветерок по водной спину, пожелание удачи и, конечно, же, друзья. Небо черное по лазах звездами до горизонта копа слунная рожка за горлою пьяный свет. А вокруг нас только море, а над нами только небо, а над нами где-то солнце, а за нас лунный свет. свет. А вокруг нас только море, а над нами только небо, а под нами где-то солнце, лунный свет. А безвернности участие трогнет сердце человека у любого человека, в том, которому сердце есть. я сегодня петь не буду тратить просто слова, потому что я нас мою и грустит моя душа. это была музыкальная пауза. целая вереница грузовиков обходим. Короче, навигатор всем дурит мозги. Что сзади меня машины едут, что впереди по какой-то лесной чаще с каким-то странным асфальтом, правда засыпанным дырами, но навигатор сказал, что этот путь короче. Я так понял, что все едут по навигатору. А там была прямая трасса. Правда я не знаю, может там пробка какая-то, но он сказал, что этот путь на 9 минут ближе, быстрее. Самое интересное, ведь не проверишь, на 9 минут короче или нет. Ты же не сможешь там узнать, что там на трассе бывает. Вот едем всей толпой по Яндекс навигатору. Этот торопится быстрее всех, обгоняет даже на такой узкой дорожке. видать зол, что он на Яндекс навигаторе едет. В общем, мы куда-то выехали. Куда пока не знаем. Дорога еще не соединилась стоит. У нас соединяется. Не знаю, почему она на 9 минут быстрее, мы никогда об этом не узнаем. Может там напрямой какие-то заторы были или еще что-то. Яндекс сморозил такую вот хрень и все на нее повелись. Съезд поверните направо. Москва. Мы бы ехали прямо и ехали, не знаю, почему вдруг Яндекс решил здесь нам такую петлю дать. Может мы глупость совершили. Выезжаем товарищи в Тольятти. вот она бирка Тольятти. Что мы там плетали? Не знаю. Вот новые Нивы на автовозе. На радость тем, кто любит этот транспорт. Едем по Тольятти. Тут где-то БТР стоял, то ли танк на постаменте. Вот карта, где мы сейчас и может проезжать там какие-то камеры, мост. До моего пункта на 40. О, даже так. До моего пункта назначения осталось 91 километр. Прям пропускная система, грузовики в основном тормошат, останавливает прям вообще. Но я проехал это чудо. Едем дальше. Вот здесь мы сейчас находимся по карте, а вот здесь мы находимся на его. вот река большая. Вот мы сейчас будем большой мост ехать через так это Жигулевск город. Тольятти заканчивается и начинается Жигулевск. Помню мы по ночи здесь ехали. вот такая там друзья река такой мост как будто скачем так это так это так это так это а здесь какие-то вот желтые стоят эти краны башенные это называется улица Московское шоссе ну или шоссе называется Московским скорость все равно ограничена 60 не знаю что он отгоняет их здесь вот такая вот вода такие вот странные сооружения я к сожалению не знаю что это такое почему именно так с наклоном как шлюзы похожи как будто это не шлюз еще вот так чтобы эти шлюзы я не знаю а мы искали гостиницу в Тольятти но нифига не нашли и вот поэтому я помню ночью тогда мы где-то вот здесь вот в гостинице по-моему где-то здесь мотель нашли да где-то здесь был такой вот он мотель вот я говорю что я помню все это дело вот он мотель и вот вот здесь мы как раз и остановились он горел вот здесь ночевали мы здесь за Жигулевском потому что было уже ночь мы уже ночью добрались я так устал вообще ужасно просто мы так в пробке стояли такой большой потом искали гостиницу в самом Жигулевском там такие бешеные цены или в Тольятти не помню в общем короче говоря лучше всегда за городом останавливаться по ночи например был так себе не очень так но нам было на тот момент любой номер в радости ну а тут видите дальше продолжаются магазины какие-то в общем все Жигулевск закончился началось какое-то другое селение Сызрань было написано 70 километров к Валы Валы закончились Жигули 7 километров туда так и так совхоз Жигули 70 километров мне до цели осталось там сзади рвется в бой Нива прямо она себя почувствовала Феррари и пусть даже она будет внутри гудеть и свистеть и хрипеть но что-то надо же конечно же обогнать Торы это перья не прочитал я как называется это село вот но здесь 60 километров в час скорость Волжская рыба и Волга рядом рыба любая переволоки переволоки да в общем я не позволил Ниве унизить Ниссан тем более она перед этим Ауди делала понятно что у каждого свое беспокойство за рулем но на Ниве был конечно там точно маэстро какой-то честно говоря как можно на Ниве классической участвовать в различных гонках она сама как не приспособлена для таких больших скоростей это хорошо еще дорога хорошая а так так бы вылетел и все Голга слева Печорская закончилась и осталось 41 километр до точки ну вот я уже доехал до развилки Сызрани правда там можно было прямо проехать но он говорит налево поедем налево а что Сызрань это это все на Москву уходит но там еще один отворот верните налево а затем верните направо все это пошла дорога на Москву но там тоже есть отворот на Сызрань но здесь вот такой то есть тут два дублирующих время то же самое так что поедем по этой можно сказать что мы уже в Сызрани осталось 23 километра с высоты птичьего полета видно притоки реки да красиво большой ну как большой большеватый так скажем ну тут конечно красивые острова что сказать их очень много интересно вот табличка Сызрань въехали в Сызрань друзья опять такая же зеленая улица как будто мы въехали в Уфу Уфа тоже там с двух сторон такая зелень прям над трассой восток над железной дорогой 40 километров в час так низкие постройки пятиэтажки хрущевки обычный вот такой интересный замок автомойка кафе какое-то берлин кафе называется кафе берлин асфальт вроде неплохой но случаются дыры в асфальте на улице тепло пополам золотые на церквушке в асфальте вот такие видите вдавленная колея асфальтовая здесь асфальт пошел уже все кранты в ямах ямы не засыпаны торчат в принципе в Тольятти тогда вот мы когда ездили тоже был асфальт никчемный такой не знаю как сейчас но здесь асфальт вроде положили когда-то он продавился и в дырах здесь очень хороший вид на реку просто за этими кустами не все видно но вы можете увидеть там что там река прям живописные такие выходы на острова вот эти все зеленые затопленные ну мы едем дальше торговый центр океана у них в Сызрани ну магазины всякие навигатор стройматериал базис асфальт конечно да покореженный так-то ездить конечно можно но неприятно но несмотря на то что город находится как бы рядом в Жигулевском Тольятти да машина где выпускают здесь да куча лады и новые и старые но иногда встречаются пока встречаются только лады газели лады лады ну вот встречаются иногда корейцы корейцы это какой-то торговый центр наверное ну как всегда в одном центре много-много магазинов вот пошли уже здания повыше построены асфальт стал в центре еще хуже если за городом был немножко еще такой то здесь полностью практически весь убитый асфальт хреновый мало того что он битый в ямах он еще и гнутый от ну от колес то есть он имеет продавы такие на которых машину кидает ну вот тут также асфальт колодцы продавы ямы машина кидает трясет и все такое прочее магазинчики по боку всякие учреждения солидарность банк вот я его видел да асфальт конечно весь кривой кривой асфальт тойоты есть с салона новые тут какой-то видать то ли ресторан то ли что собрались все элитные машины смотрите какие старые здания первый этаж был построен кирпичом красным а второй деревянный вот тоже улица смотрите вот эта улица были старые такие царские здания места здесь живописные по природе река и сразу же суша и все такое прочее вот тоже и и и и и